Что ж, народ, всем привет! Мы сегодня с вами немножко поговорим про тигры. Ну да, меня, собственно, Даша зовут. Я даже не знаю, надо ли представляться. Вы, в принципе, обо мне читали. Мне кажется, там представления у меня больше, чем я вообще о себе сама знала, было в анонсе. Поэтому, скорее всего, вы и так про меня много знаете. Ну, если у вас по ходу пьесы будут возникать какие-то вопросы, вы как бы не стесняетесь, разговаривайте, задавайте их. Ну, и вообще предполагается, что да, вы будете как-то мне содействовать, что-то отвечать, что-то делать. У нас с вами небольшой цикл лекций, на самом деле, даже намечается по тиграм, ну, по теории игр. Вот сегодня, и получается еще 12 августа такой, типа, маленький анонс. Ну, мы там про повторяющиеся игры, про эволюцию доверия, вот это все поговорим. А сегодня у нас, так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Сегодня мы с вами поговорим про мейчинги. Ну, поговорим, соответственно, про то, что это вообще такое, с чем его едят, и как вообще сделать стабильный мейчинг, иными словами, как найти пару себе и засажку. Да, так, чтобы они еще и не разбились. Кстати, а кто-нибудь смотрел метод Хитча? Ну, правила съема метод Хитча. Вот тут просто, на самом деле, название к нему отсылает. Может быть, кто-то знает. Я, да, но я не репрезентативна в этой выборке. Вот, мне тоже так кажется, потому что я тут смотрела вчера как раз год выхода этого фильма, он 2005-й, это уже офигеть, как давно оказывается. Но тем, кто не смотрел, я вообще рекомендую, особенно, не знаю, девочкам, наверное, потому что это все-таки рамком, то есть романтическая комедия, вообще прикольный. Я его тут как раз пересмотрела в честь лекции. Там есть пару странных моментов, но в остальном очень даже милый фильм, приятный. Он там, вот этот Хитч, ищет любовь всей жизни, ну, для людей, для себя, по ходу, пьесы на ходе. И, в общем, мы поговорим сегодня как раз-таки про то, как же найти эту самую любовь. А снизу, если что, изображение, ну, вы можете прочитать, Дэвида Гейта, Гейла Господи и Ллойда Шепли. Это ребят, которые как раз-таки внезапно, Гейл и Шепли, да, которые разработали тот самый алгоритм. Ну, давайте сначала поговорим о постановке задачи, что мы сегодня вообще будем еще раз делать. Пусть у нас есть какие-то агенты двух разных типов. И у этих агентов есть предпочтение на множестве агентов другого типа. Ну, то есть, например, мужчины и женщины. Причем так, что вот если у нас есть мужчины, то они предпочитают только женщин, ну, либо оставаться в одиночестве. А женщины, ну, наоборот, им нравятся только мужчины, либо, опять же, оставаться в одиночестве. То есть нет такого, что им там типа все равно. Университеты и абитуриенты. Ну, то есть, опять же, университеты выбирают только среди абитуриентов, не среди других университетов, а вот только вот у них. И абитуриенты тоже выбирают именно среди вузов. То есть у них нет такого, что типа, а, ладно, типа, Саша не поступил, я вместе с ним тоже не поступлю, останусь с ним, так сказать, с товарищем. Нет, здесь предполагается вот именно два типа и вот такое. Ну, и доноры, там, соответственно, рецепиенты, то есть это на всякий случай слово начающее, что ты получаешь. Что-то там, кровь или органы, или что-то еще. Ну, и задача, соответственно, распределить агентов одного типа по агентам другого типа. Ну, и на всякий случай, что такое агенты? Это вообще любые личности, организации или кто-то, кто может проводить какое-то стратегическое взаимодействие. То есть это могут быть люди, это могут быть фирмы, это могут быть университеты, это могут быть больницы, это может быть государство даже вот как отдельная какая-то структура, как правительство. Ну, и всегда мы, когда говорим о чем-то таком, мы подразумеваем именно агентов в таком, ну, в более широком смысле, что кто может принимать решение, вот тот и будет. Ну, и возникает вопрос, ну, окей, есть у нас такие штуки, как вообще это делать? Вот как распределять университетов по абитуриентам, женщинам, как мужчин находить, а мужчинам женщин, как правильно распределять доноров, вот как вообще делать так, чтобы все были довольны? И на это, на самом деле, ответили еще в 62-м году. Ну, справедливости ради, спойлер, эту штуку потом дорабатывали и окончательно, ну, так, более-менее доработали в том виде, в котором мы ее прям представляем и широко используем, очень широко, только в 2003-м. Хотя, казалось бы, на самом деле сейчас нам это будет казаться очевидным из разряда, ну, да, почему бы так не сделать, но вот как бы до 2003-го года никто как бы не мог нормально внедрить, пока не пришел тот же экономист, род достаточно известный, который прямо так вот по полочкам разложил весь этот алгоритм и показал, как его на практике применять. А, собственно, сам алгоритм, да, он наш, 62-го года. Соответственно, ребята написали статью, которую разобрали, на самом деле, две модели. Одна модель – это так называемая модель свадебного рынка или one-to-one matching, то есть когда нам нужно агенту сопоставить какого-то другого агента, то есть, ну, например, мужчине, да, найти пару. Есть еще одна моделька – это модель распределения студентов по колледжам или many-to-one matching – это вот как раз-таки абитуриенты вузы или там больницы и доктора, то есть когда есть что-то, один агент, и на него из другой группы претендует множество других каких-то агентов. Мы про это поговорим в конце, как это применяется, но вот именно подробно, как же работает этот алгоритм, мы поговорим на модели one-to-one matching или модели свадебного рынка. Ну, и раз мы говорим про модель свадебного рынка, то можно понять, что мы разговаривать будем про мальчиков и девочек. И давайте познакомимся с участниками нашего процесса, которые будут периодически здесь встречаться. Пусть у нас будет три мальчика и три девочки. Ну вот, Игорь, Влад, Олег, Маша, Оля, Алина. Не знаю, кем работает Влад, с остальными, в принципе, все более-менее понятно. Для того, чтобы осознать, какие пары мы здесь можем построить, нам нужно ввести некоторые важные предпосылки. Первая предпосылка – это так называемая полнота предпочтений. Что это значит? Это значит, что мы можем сравнить всех агентов друг с другом. То есть не может возникнуть ситуация, когда мы точно знаем, что Игорю, например, Оле нравится больше, чем Алина, а как бы что там с Машей или Олей, он такой, ну, вроде бы, вот тут вот брюнетка, это прикольно, а тут вот рыжая. Говорят, они тоже прикольные, я не знаю, как бы по настроению. Ну, то есть такого не должно быть. Мы здесь предполагаем, что все-таки есть четкие какие-то варианты, что типа Оля лучше Алины, не знаю, Маша лучше Оли, как вариант. И всегда мы можем сравнить каких-то там агентов друг с другом. Ну, а девочки, соответственно, могут сравнить мальчиков. А потом, помимо всего этого, помимо полноты предпочтений, нам нужна еще и так называемая транзитивность. Ну, собственно, здесь опять же показано, что это значит. Что если Алина для нас лучше, чем Маша, вот этот значок, кстати, означает предпочтение. То есть больше-меньше, а такие, не знаю, уточка такая. Вот она обычно всегда означает именно предпочтение, что мне предпочтительнее то-то, мне лучше то-то. Ну, вот здесь, например, Алина лучше Маши, Оля лучше Алины. Из этого должно следовать, что если мы начнем сравнивать Олю и Машу, то Оля должна оказаться предпочтительнее Маши. Ну, в реальности мы знаем, что это не совсем так работает, не всегда. И не только там с девочками и мальчиками, а там, не знаю, с фруктами, овощами, чем-нибудь еще такое тоже может работать. Не знаю, пироженка мне нравится больше, чем мороженое. При этом арбуз мне предпочтительнее пироженки. Но если мне там дать, не знаю, мороженое и арбуз, я, возможно, выберу мороженое. В реальности, да, так периодически случается. Но здесь у нас рациональные, так называемые, агенты, у которых они все знают и могут как-то сравнивать. В принципе, это все предпосылки, то есть полнота и транзитивность. И записывать мы их будем немножечко по-другому. Ну, то есть не всегда нам будем рисовать все-таки девочек и мальчиков. Мы их будем записывать математически. То есть предположим, что в мыслях Игоря Оля – это идеал женщины, Алина как бы похуже Оле, но лучше, чем Маша. При этом как бы самый плохой вариант – это вообще никого не подцепить, то есть остаться в гордом одиночества. Ну, предположим. В такой ситуации мы можем записать тело, ну, например, вот так. Если мы девочек тоже проранжируем, ну, как-то по списку, что-то, пусть Маша первая девочка, пусть Оля вторая, пусть Алина третья, то вот математически тогда М1, который Игорь предпочитает В2 как идеал, дальше В3, дальше В1, и М1 как бы остаться одному. То есть мы будем записывать это в дальнейшем примерно вот таким образом. Ну, и предположим, что мы знаем предпочтение каждого игрока. Вот. Это вот первый, вот мы его нарисовали, дальше второй, третий, у них идеал, такая первая девочка, это кто Маша, как раз рыжая у нас получалась. Вот. А дальше у них некоторые предпочтения меняются, при этом каждому лучше уйти, как бы хоть с кем-то, хоть какую-то пару себе найти, чем остаться в одиночестве. Это совершенно необязательная предпосылка для того, чтобы все работало, но тем не менее. У девочек, что первая, вторая, они тоже, ну, в разной степени тяжести как бы почитают мальчиков, при этом тоже не хотят оставаться в одиночестве. То есть вот В1 и В2, это история про то, что все, они останутся all alone и так далее, им это не надо. И есть, допустим, третья мадам, гордая, у нее вот есть идеальный мужчина М3 какой-то, а дальше в одиночестве, то есть ей лучше в одиночестве, чем там М2 или М1. Ну, предположим, да. Можно еще как-то изобразить это, ну, вот, например, мальчики-девочки, вот каким-то таким форматом, не знаю, надо ли, но тем не менее. Возникает вопрос. Ну, хорошо, вот знаем мы эти предпочтения. Записали, как-то посмотрели, осознали, можно ли разбить при этом мужчин и женщин здесь как-то на пары, чтобы они как бы были счастливы. Ну, для этого ответа нужно как минимум понять, что такое счастье, потому что это не самый очевидный, да, наверное, все-таки вариант какого-то взаимодействия. Если вас спросить, счастливы ли вы, то, наверное, каждый ответит по-разному. То есть, может быть, кто-то, может быть, все ответят, что вы счастливы, но предпосылки для этого у вас точно будут разные. Поэтому нам здесь точно нужно сформулировать, что же такое счастье. И счастье у нас здесь выражается в стабильных мэтчингах. Ну, и давайте, собственно, дадим определение этим самым стабильным мэтчингам, ну, и вообще мэтчингам. Под мэтчингом мы будем понимать некое произвольное разбиение мужчин и женщин на пары, при котором каждый мужчина либо оказывается в паре с одной из женщин, либо остается один. И то же самое с женщинами. Каждая женщина либо оказывается в паре с одним из мужчин, либо остается одна. Ну, и будем как бы обозначать, что там партнер женщины В, ну, В, потому что woman, в мэтчинге будет обозначаться через мю от В, а партнерша мужчины, М, опять же, потому что мэн, ну, через мю от М. Счастье или стабильный мэтчинг будет достигаться тогда, когда будет выполнено оба условия, так называемый индивидуальный и парный рационалист. Индивидуальный рационалист подразумевает, что никто из пары как бы не хочет развестись. То есть нет такого, что мы поставили их друг с другом, а, допустим, девочка такая, эээ, не, я лучше одна буду, до свидания. Да, то есть вот такая ситуация, такая пара, она не удовлетворяет условию индивидуальной рациональности. Вот если они каждый смотрят друг на друга и понимают, что им вместе лучше и приятнее, чем по отдельности, то окей, значит, условия индивидуальной рациональности соблюдаются. А условия парной рациональности – это, знаете, условия Ромео и Джульетты, что нет такой ситуации, чтобы мужчину из одного мэтчинга, там, женщину из другого тянуло друг к другу сильнее, чем к своим каким-то законным супругам. То есть, да, там, не знаю, Пашу поставить с Настей, у меня здесь его не было, а Наташу поставить с Вовой. Вот не должно оказаться такого, чтобы Настя и Вова, например, любили друг друга сильнее, чем вот те пары, которые мы им предлагали. То есть не было такого, чтобы они такие, давайте, мы возьмем себе на ручки, убежим в закат куда-то. Да, вот это не надо. Соответственно, если такого нет, что одновременно два человека хотят из своих пар разойти, чтобы выйти в закат вместе, то это значит, что достигаются условия парной рациональности. Ну и будем называть выполнение обоих условий одновременно, собственно, счастливым союзом или стабильным мэтчингом. Теперь давайте рассмотрим некоторые нестабильные мэтчинги или, собственно, несчастливые или неустойчивые союзы. Ну вот, например, такой. Вот наше предпочтение, да, все те же. И такой мэтчинг. То есть первому мужчине в соответствие ставится вторая женщина, второму мужчине третья женщина, третьему мужчине первая женщина. Что с этим мэтчингом не так? Ну, то есть вот кто здесь точно будет несчастлив? Давайте. Это вопрос в зал, господа. Давайте, давайте, давайте. Ну, Карим? Которая самая темная женщина предпочтательная? Средняя. Сейчас, сейчас, я не услышала, что-то у вас как-то... Давайте еще раз, я выкрутила свой динамик на максимум, я вас готова слушать. Женщина, которая самая темно-фиолетовая. Ей не понравится, потому что она или хочет быть в одиночестве, или самый лучший мужчина, но и в том, и в том, и в том, и в том. Да, да, согласна. Причем, более того, ей это настолько не понравится. И зеленому тоже не понравится. Зеленому? Это который второй или третий? Который второй. Который второй. Ну, смотрите, ему, конечно, не понравится, но не настолько. Ну, то есть, у второго, он как бы, ему третья женщина, вот эта фиолетовая, да, она все-таки лучше, чем одиночество. А вот, да, нашей фиолетовой женщине, или третьей, вот ей этот мужчина настолько не нравится, то есть, вот он тут в ее предпочтениях, что ей лучше быть одной, чем быть с ним. Соответственно, у нас здесь нарушаются условия индивидуальной рациональности, то есть, эта дамочка действительно, она просто такая goodbye, amigos, я ушла. Да, то есть, ей это не понравится. Вы совершенно правы. То есть, другим, может быть, что-то ей понравится, но вот она прям такая, типа, спасибо, goodbye. Окей. А тут давайте. Предпочтения те же самые, вот, но другой мэчинг, как видите. Тут их поменяли немножко местами. Первому мужчине вторая женщина, второму мужчине первая женщина, и третьим друг друга. То есть, темно-зеленая женщина, темно-чайлезовая. Здесь уже, скорее всего, немножко будет приятно к тому мужчине вторым самым целым. Третьим. Ну, в принципе, может быть, да, ему немножко неприятно, ну, то есть, он, конечно, там в одиночестве, наверное, не будет куковать, но, ну, да. А могут они что-то сделать, вот, чтобы улучшить свои ситуации? Давайте начнем с первого мужчины. Вот он захочет что-то менять в своей жизни здесь? Нет. Нет, не захочет, да, у него вроде так идеальная женщина. И более того, для женщины это, кажется, идеальный мужчина. Да, у нее тоже вот он в списках предпочтений первый. То есть, это прям отличный союз. А второй мужчина, у него как? Для него тоже идеальная ситуация. А первая женщина. Ну, вы один, да, которая розовая. Да, ну, то есть, у нее, смотрите, у нее идеал третий мужчина. А если мы посмотрим внимательно, ну, то есть, вот этот темно-зелененький, то у темно-зелененького в идеале стоит эта самая девушка первая. Да, то есть, вот, третий мужчина влюблен, на самом деле, в первую женщину, она для него прям идеал. А у первой женщины идеал третий мужчина. Получается, вот тут как раз-таки мы сталкиваемся с ситуацией Ромео и Джульетте, что первой женщине как бы не нравится пара, в которую поставили, это, что третьему мужчине не нравится. И более того, им друг с другом нравится больше. То есть, ладно, что она как бы там не идеальная пара, да, но главное, что им вот вместе нравится больше, и они бы хотели уйти как раз-таки в закат под ручку. То есть, вот тут, получается, нарушаются условия парной рациональности, и вот эти ребята хотят образовать пару и могут. Если бы только, допустим, первая женщина хотела бы, ну, у нее был бы идеал третий мужчина, она такая, я тебя люблю, а у третьего мужчины идеал была бы третья женщина, то никакой бы парной рациональности, ну, в смысле, проблемы парной рациональности здесь не было бы, потому что он бы с ней не захотел уйти. То есть, ну, как бы влюбленности в одностороннем порядке не считается, только если вместе. Вот, ну, здесь соблюдается это вместе, то есть, получается, этот мейчинг тоже нестабильный, это распределение как бы не подходит. Ну, хорошо, давайте посмотрим. А вот такой мейчинг, с ним есть проблемы в плане индивидуальной и парной рациональностей? Точка, это означает... Ну, явно усветло-зеленого проблемы, потому что у него одиночество стоит на самом последнем месте. Это правда. А может он с этим что-нибудь сделать? Мне кажется, нет, не сможет, ну, потому что его, ни одна из женщин, ну, как бы его не поняла. Ну, в принципе, да, она его просто не выберет. И смотрите, какое получается, что первый мужчина и вторая женщина, они нашли друг друга, ну, мы уже разбирали, что это идеальное для них, да, сочетание, то есть он, первый мужчина, не захочет ни с одной другой женщиной уйти, а вторая женщина не захочет ни с одним другим мужчиной уйти. Третий мужчина и первая женщина, ну, вообще, они тоже нашли друг друга, потому что у третьего мужчины первая женщина – это его идеал, а у первой женщины третий мужчина – это ее идеал. Соответственно, они тоже не захотят уходить никому другому. А теперь, да, посмотрим на вот этих вот. Второму мужчине вообще не нравится быть одному, и, как бы, к второй и первой женщине он уйти не может, потому что вот у них там уже есть идеальные мужчины. Он может попытаться прийти к третьей женщине. Но у нас, смотрим, третьей женщине второй мужчина нафиг не сдался. Ну, то есть ей лучше в одиночестве, чем с ней. Ну, да, поэтому получается, что никто не хочет сбежать друг с другом, да, никто не хочет развестись, и никто не хочет, ну, как-то соединиться еще парой. И вот это означает, что такой мэтчинг является стабильным. То есть с точки зрения математики мы говорим, что вот тут достигается, как бы, наибольшее счастье, которое может быть достигнуто. Да, мы видим, что тут, ну, как бы, счастье такое относительное. Относительное, то есть у нас сколько? Четыре человека очень счастливы, одна, в принципе, довольна жизнью, и один несчастный. Но что делать? Тем не менее, вот из того, что у нас есть, из предпочтений, именно такая штука у нас будет называться стабильным мэтчингом. Ну, и получается таким самым оптимальным разбиением, которое вообще достижимо в данной ситуации. И мы будем стремиться к тому, чтобы осуществлять именно вот такие стабильные мэтчинги. Да, кто-то будет не очень доволен, но тем не менее, это самый максимум счастья, которое он может достигнуть по факту. И на самом деле, да, при данных предпочтениях это единственный стабильный мэтчинг, потому что, ну, вот эти парочки всегда будут вместе, вот это всегда будет в одиночестве, ну, потому что я всегда вторым мужчиной не сдался, но получается, что второй мужчина тоже всегда будет в одиночестве. То есть никаких других вариантов разбиения здесь на самом деле нет. При любых других там будет что-то нарушаться. Кто-то с кем-то захочет убежать, кто-то куда-то захочет развестись и так далее. Ну, если мы немножко поменяем предпочтения, то мэтчингов уже может быть несколько стабильных. Ну, например, вот так. То есть здесь что мы поменяли? Ну, в принципе, много чего поменяли, практически все. Ну, главная история, что здесь никто не хочет оставаться в одиночестве. И мужчинам одиночество, ну, и тут, да, предпочтения там по женщинам и мужчинам поменялись. А единственное, что можно заметить, что здесь как бы в неудачниках условных всегда ходит первый мужчин, первая, да, первый мужчина и первая женщина. Вот, В1, да, она всегда на задворках, и М1 тоже всегда на задворках. Из этого, на самом деле, следует, что они всегда здесь будут парой. Потому что если там кто-то и может что-то меняться, то вот эти будут оставаться всегда как бы где-то там в последнюю очередь. Поэтому они должны быть каким-то вот таким общим, общей ячейкой общества. Ну, и видим, что здесь, на самом деле, как раз в двух мэтчингах они есть. И вот оказывается, что здесь есть целых два способа разбиения. Пар так, чтобы, в принципе, условия индивидуальной рациональности и парно-рациональности соблюдались. Это вот такие, то есть можно поставить соответствие просто по цифркам. М1, В1, М2, В2, М3, В3. Можно вот тут вот женщин поменять вторую, третьими местами. В первом случае, кто там будет счастливее? Счастливее окажутся мужчины, потому что у них как раз будет достигнут их идеал, прям идеал. При этом, как бы, действительно условия рациональности меняться не будут. Потому что, смотрите, вторая женщина, например, здесь, может быть, и хочет уйти с третьим мужчиной, потому что вот он у нее идеальный. Но третий мужчина не хочет с ней уходить, потому что у него уже сейчас в паре идеальная женщина. Поэтому здесь, как бы, Ромео и Джульетта нет. При этом вторая женщина не хочет оставаться в одиночестве, поэтому развестись она не будет хотеть. Значит, это для нее как бы стабильный мэтчинг. То же самое и с третьей женщиной. То есть она, может, и была бы рада здесь уйти со вторым мужчиной, но нет. Поэтому как бы достигается. Ну, вот в таком, как Мю-1, здесь более счастливы мужчины. Вот. А Мю-2, это тоже стабильная история, но здесь более счастливы женщины. Потому что у них, как бы, им поставили, соответственно, их идеалы. Третьей женщине, да. Второго мужчины нет. Ну, и второй женщине третьего. И опять же здесь мужчины, может, были бы рады поменяться. Но женщины уж такие, не-не-не, у нас все в порядке. Поэтому здесь тоже все достигается. Ну, и, в принципе, если я поменяю еще как-то предпочтения или добавлю каких-нибудь участников, у меня может возникнуть еще какие-то варианты. Ну, там, четыре мэтчинга. Такое случается иногда. Пять мэтчингов. Три мэтчинга. Да, вот какое-то количество. Раз так, то есть у меня все зависит от предпочтений, то возникает вообще достаточно логичный вопрос. Ну, хорошо, допустим, мы можем найти вот иногда два, иногда четыре, иногда один, да. А вот как бы мы всегда можем найти хотя бы один стабильный мэтчинг. То есть, может быть, мы сможем придумать какой-то набор предпочтений, при котором вообще не существует стабильных мэтчингов. И все там друг от друга постоянно бегают и не могут как бы договориться. И вот оказывается, что да, всегда существует. И это как бы очень приятная новость. То есть, что бы ни было, но если у нас множество предпочтений вот именно такое, что там мужчины предпочитают только женщин, женщины только мужчин, ну, и университеты, абитуриенты и прочее, да, когда множество агентов на другом типе задано, то хотя бы один стабильный мэтчинг можно найти всегда. И алгоритм Гейла Шепли, то есть вот эти ребята, они привели такой алгоритм, с помощью которого всегда можно построить хотя бы один стабильный мэтчинг. Но, кстати, справедливости ради не решена задача по поиску всех мэтчингов. Ну, то есть, насколько я знаю, даже на сегодняшний день, это, в принципе, просто не сильно кого-то интересует, нет какого-то алгоритма, который бы позволил нам множество любых предпочтений вычислить все существующие мэтчинги. То есть такого нет, это всегда надо делать как бы в индивидуальном порядке. Но вот как бы алгоритм, его основное назначение в том, что мы можем найти хотя бы один, и в принципе, мы экономисты, мы любим экономить средства, ресурсы и прочее, в общем-то, нам этого хватает, потому что, ну, отлично, можем найти один, он стабильный, стабильный, счастье достигается, достигается, никто ничего не будет нарушать, зашибись, как бы сделали, пошли дальше. И вот такой алгоритм будет называться алгоритм отсрочного принятия предложения, ну, или DA, да, Deferred Acceptance Algoritm, но это неважно, как бы, как он там называется, главное, как он работает. Здесь я вот, честно говоря, не успела более человечески, на самом деле, его записать, но, в общем, основная идея какая? Что, предположим, у нас мужчины делают предложение, ну, мы сейчас рассмотрим это на примере наших мальчиков и девочек, с которыми вы уже знакомы. Они идут на первом шаге, и каждый мужчина подходит к наиболее предпочитаемой им женщине, ну, то есть вот именно к их идеалу. Женщина из всех поступивших ей предложений выбирает одно наилучшее, причем она выбирает как? Между всеми мужчинами, кто к ней пришел, и одиночеством. И вот среди всех этих пятых она выбирает наилучший. Ему она говорит, окей, оставайся, всем остальным она говорит, до свидания. Ну, если у нее есть вообще из чего выбирать. Мужчины, которым сказали до свидания, на следующем шаге идут к женщине, которая стоит второй в списке у них предпочтений. Ну, то есть как бы вторая идеальная. И как бы говорят типа, hello, я к вам. И женщины снова выбирают. Теперь они выбирают уже что? Между теми, кто у них остался на первом шаге, теми, кто к ним пришел на втором шаге, и одиночеством. И опять же делают выбор наилучшего. Всех остальных наихудших. До свидания. А мужчины, после того, как они остались свободны, как бы не распределены, идут к третьей по предпочитаемости. Женщине и так далее. Алгоритм заканчивается. Ну, то есть как бы шаг постоянно повторяется, да, как бы. И алгоритм заканчивается, когда у всех мужчин исчерпывается список предложений. Ну, либо, когда, в принципе, все мужчины становятся занятыми. Ну, то есть не остается, как бы, условно свободных мужчин, у которых есть еще варианты, куда предложить. И все. Да, получается так. То есть мы, как бы, до самого конца, возможно, перебираем. Может быть, чуть раньше закончится, если все мужчины там на первом-втором шаге уже разберутся, так сказать. Ну, и да, давайте посмотрим, как это работает. Например, вспомним наших героев. Машу, Олю, Алину, Игоря Влада и Олега. И давайте посмотрим на их предпочтения. Это вот те самые, кстати, предпочтения, о которых мы уже говорили. В смысле, мы-то знаем, что тут есть два мычинга заранее. Но это не важно. Пока. Посмотрим, как мы вообще их получаем, что с ними будет. Пусть у нас вот есть такая история. Соответственно, что у Игоря идеал – это Алина, на втором месте Оля, на последнем месте Маша. Ну, и Маша здесь мальчикам, получается, не нравится в среднем. Ну, то есть они не хотят быть в одиночестве, но вот как-то так вышло. Влад предпочитает в первую очередь Олю, потом Алину, потом Машу. И у Олега такие же предпочтения, как у Игоря. Вот. У девушек, соответственно, в фаворе Влад и Олег, а Игоря нет. То есть они там меняют местами, то есть получается, кто-то Маша и Алина, они в первую очередь мечтают о Владе, а во вторую очередь о Болеге. Оля наоборот. И как бы Олег лучше, Влад похуже. Ну, вот есть такая история. Давайте посмотрим, как будет работать тогда наш алгоритм Гейла Шепли, когда мужчины делают предложение женщинам. Вот у нас есть первый шаг. Наши мужчины расходятся по их идеальным женщинам. К Алине приходят целых двое, Игорь и Олег. К Оле приходит один мужчина, Влад. К Маше никто не приходит. Город и одиночество. Вот, разошлись. Дальше наши девушки выбирают. Алина выбирает между тремя вариантами, получается, Игорь, Олег и одиночество. Оля выбирает между двумя вариантами, Влад и одиночество. Маша не выбирает, но у нее пока только одиночество. Ну, здесь у нас что? Оля говорит, окей, Влад, оставайся. Алина, кого выбирает Алина? Олега. Ну, да, кажется, Олега, потому что вроде бы он для нее предпочтительнее, чем Игорь и чем одиночество. Ну, отлично, действительно, окей. Соответственно, она Олегу говорит, окей, оставайся. А Игорю она говорит точно, до свидания. У нас, получается, алгоритм не закончился, потому что есть один нераспределенный мужчина, у которого еще не все варианты были опробованы. Да, Игорь. Кому пойдет Игорь? То есть, Влад и Олег, сейчас. Маша. Нет. Мне кажется, нет. Игорь первый, да, вот он. У него, смотрите, в списках идеальных женщин Алина. Алина ему сказала до свидания. Значит, он должен идти по нашему алгоритму к следующей по предпочитаемости женщине, а это у нас Оля. Да, да, то есть он придет к Оле. Совершенно верно. Соответственно, вот он такой типа, hello. И мы снова выбираем. То есть, на втором шаге у нас уже вот такая история. Алина выбирает между Олегом и одиночеством. Оля выбирает между Владом, Игорем и одиночеством. Маша все еще не выбирает. Но тут как бы у Алины все так же. У нее Олег как бы лучше, чем одиночество, поэтому он остается. А Оля, ну, Оля Игоря снова посылает, да, потому что ей как бы Влад лучше, чем Игорь. И потом Игорь приходит к Маше. Да, совершенно верно. Он такой, ну, блин, пойду к следующей. Да, вот. И теперь они снова как бы выбирают. Ну, получается, что уже каждая выберет их, а не одиночество. И все. Как бы шаги заканчиваются, алгоритм заканчивается, потому что нет нераспределенных мужчин, а у которых еще оставались бы шаги. Если бы у нас просто Игоря и Маша сейчас бы послала, тоже бы у нас все закончилось, потому что у него больше нет вариантов. Ну, то есть он бы просто остался в одиночестве. Ну, а если бы у него еще варианты остались, то пошел бы. Соответственно, вот мы получили мэтчинг. И этот мэтчинг обязательно обладает индивидуальной рациональностью и парной рациональностью. Собственно, почему, да? Индивидуальной рациональностью он обладает, потому что всегда выбирали между одиночеством и кем-то. То есть если вдруг кому-то там, например, из девушек было лучше одному, то он бы выбрал вариант одиночества. Если бы мужчинам тоже был вариант, ну, как бы вот в списке предпочтений, да, лучше одиночества, то они бы ушли в закат, чем пошли бы там к какой-то женщине. Поэтому, получается, индивидуальная рациональность 100% выполняется. И парная рациональность здесь тоже выполняется, потому что мужчины всегда делали предложения только лучшей, по их мнению, девушке. И если она сказала да, то они с ней оставались. Если она сказала нет, они как бы шли к следующей по их списку предпочтений, но той они, получается, уже не могут идти, потому что она их ценит меньше, чем тот, кто, может быть, к ним придет. Вот. То есть не возникнет, да, какой-то более привлекательной пары, к которой мужчина бы хотел уйти. И вот в такой ситуации, что еще здесь стоит заметить, что у нас делали предложение мужчины, да, ну, то есть они ходили, а женщины типа выбирали. Это называется M-пропоузинг, ну, собственно, предложение мужчин. В принципе, существует еще и V-пропоузинг. То же самое, но как бы делает предложение женщины, как бы ходит по мужчинам. И также в остальном работает алгоритм, то есть каждая приходит такая, привет, а выбирает уже мужчина, оставаться или нет. Здесь есть некоторые интересные моменты. Но перед тем, как мы к ним придем, как вы думаете, ну, допустим, для женщин, что для женщин лучше? Принимать предложение, ну, вот как здесь, да, когда женщину выбирали между теми, кто к ним пришел, или делать предложение самим? Ну, так вот, как вам кажется сходу? Наверное, делать самим. Хотя не знаю. А почему хотелось ответить, что делать самим? Ну, как бы если алгоритмы, на самом деле, так, что они подходят к наиболее для них подходящей, то по логике они должны быть всегда довольны. Хотя вот я не знаю. На самом деле, ты абсолютно прав. Вот прям супер прав. Потому что действительно, когда предложение делают мужчины, то есть M-пропоузинг, мы получаем мейчинг, который наиболее хорош для мужчин. Когда предложение делают женщины, то мы получаем мейчинг, который наиболее хорош для женщин. То есть действительно за счет того, что как бы мужчины идут к наиболее предпочитаемым женщинам, они получают как бы максимум из того, что в принципе для них доступно. Женщины в такой ситуации вынуждены выбирать только условно из тех, кто придет. Если бы они делали предложение, то действительно, скажем, ты абсолютно прав, был бы ровно наоборот. Они бы шли как бы к наилучшим, по их мнению, мужчинам. И дальше уже как бы они бы получали максимум из того, что им доступно. Можно вопрос? Конечно. В другом случае получилось только пара одинаковая? Нет. Вот смотри. Как раз таки вот этот слайд. Это V-пропоузинг, когда женщины делают предложения. И вот в M-пропоузинге, то есть когда у нас мужчины ходили, у нас получались вот такие пары. Маша с Игорем, Оля с Владом, Алина с Олегом. А если бы женщины пошли, давайте вот сюда, вот так вот, если бы женщины пошли, то, соответственно, Оля бы пошла бы изначально к Олегу, Алина пошла бы изначально к Владу. И за счет того, что у них эти варианты как бы лучше, чем они в мочестве, они бы их оставляли. И для них эти варианты лучше, чем Маша, которая бы тоже к ним подходила. Поэтому они бы как бы Машу отвергали, оставляли бы тех, кто к ним подошел. И в результате у нас бы получилось, что вот эти, да, останутся также, Маша и Игорь. А вот Оля здесь оказывается в паре с Олегом, а Алина оказывается в паре с Владом. То есть в ситуации, когда, да, у нас женщины делают предложение здесь, пара получается на две трети другими. И как бы наилучший результат достигают именно барышни, потому что они получают своих как бы идеальных мужчин. А мужчины наоборот, как бы в минусе, потому что вот они получают не совсем для них идеальных женщин. И получается, да, ну, еще раз закрепим, что в результате реализации М-пропоузинга каждый мужчина получает наилучшую из достижимых для него женщин. В результате реализации В-пропоузинга каждая женщина получает наилучшего из достижимых для нее мужчин. Из этого, кстати, следует, что если вдруг пары как раз-таки по М-пропоузингу совпадают, то это единственный существующий стабильный менчинг ЭВА, потому что, ну, других не может быть. Ну, типа, это, знаете, две крайности. И вот если эти две крайности соединились, то ничего посередине, ну, соответственно, не найти. Ну, и да, из-за одной из этого можно сделать вывод, что как бы рекомендация, да, математиков на будущую жизнь, что, в принципе, здесь рецепт успеха существует. Если вы хотите быть счастливым, надо как бы делать первый шаг, а не ждать моря погоды. Возможно, все сработает. Увы, плохая новость тоже есть. Потому что если существует несколько менчингов, да, вот как мужчин и женщины стабильных, то тот, который получается как бы в результате М-пропоузинга, он лучший для мужчин, но худший для женщин. Тот, который получается в результате веб-пропоузинга, он лучший для женщин, но худший для мужчин. Иными словами, прям суперхорошо сделать всем никогда не видит. То есть кто-то обязательно будет чуть менее доволен, чем другой. Сэляви, как говорится. Жизнь, она у нас на то и есть. Ну, что делать? Так, это было, это было. Ну, окей, мы, допустим, научились как-то распределять людей по парам, научились искать эти менчинги, что-то с ними делать. А давайте попробуем еще подумать про эти самые менчинги и про продолжение, так сказать, действительности. Вот у нас есть история. Вот мы разбились на пары. Да, все уже получилось, все дела. Ретроспективно. Мега вопрос. Могла ли Оля сделать так, чтобы даже когда делала предложение как бы ей мужчина, могла ли она при этом получить как бы наилучший для нее вариант, ну, то есть Олега? И что ей для этого нужно было сделать? Ну, в рамках того, что мы работаем вот в том же самом, в той же самой истории, в смысле мужчины как бы делают предложение женщинам, да, они там выбирают, отказываются, и что-то еще, и так далее. Вот могла ли вот в такой ситуации Оля сделать что-нибудь, когда к ней подходят именно мужчины, чтобы получить Олега, а не остаться с Ваном? Если, конечно, она знает предпочтение мужчины. Может быть, как-то отказывается всем, кроме Олега, и тогда каким-то образом Олег как-то придет. Хотя с Гусен, мне кажется, ну, не знаю. Ну, давайте посмотрим. Вот сейчас, если Оля скажет Владу до свидания, что сделает Влад? Пойдет к Алине. И Алине нужно будет выбрать между Олегом и Владом. А, ну, она выберет Влада. И тогда Олег пойдет к Оле. Ага. Ну, да, конечно, потому что если его Алина отвергнет, то у него получится, как в Оле, следующее в списке предпочтений. И он уже придет к ней такой хэллоу. То есть получается, что, в принципе, Оля действительно может заполучить Олега. Достаточно, ну, в принципе, соврать о своих предпочтениях. Ну, то есть сделать вид, что ей как бы Влад хуже, чем одиночество. Ну, то есть вот так. То есть на самом деле нет. Но если она знает, что вот у них вот так все устроено, то она может как бы сказать до свидания Владу. И тогда к ней придет ее идеал. Из этого, кстати, тоже некая житейская мудрость получается. Что, в принципе, можно подумать о том, что если, как это, не создавать пара, что, типа, ну, лишь бы с кем-то, а не в одиночестве, то есть шанс получить какие-то варианты получше, чем пары, которые, ну, хоть бы что. Да, тоже такая некая житейская мудрость на будущее от математиков. Что здесь интересно с этими, вот, с этим враньем и предпочтениями? Мы об этом, кстати, потом обязательно вспомним. Не только в плане, там, мужчин, женщин и свадебного рынка. Что если предложение делают мужчины, то единственное, кому выгодно соврать, это женщины. Почему? Потому что мужчины изначально выбирают лучшие для них варианты. Если они соврут, они априори не выберут лучшие. Ну, то есть они как бы могут шанс свой потерять. А женщины, как бы, да, тогда могут уже отвергать, чтобы, ну, получить, соответственно, другой набор тех, кому они отказывают или говорят «да». Если реализуется веб-пропозинг, то есть предложение делают женщины, то единственное, кому будет выгодно врать, это мужчины. Опять же, потому что если женщина соврет, то она просто априори может не получить как бы наилучшую ситуацию, а мужчины, ну, как бы могут, да, типа, приврать и получить тогда другой список. Это важно запомнить, потому что это работает не только для one-to-one-matching, это работает и для мэтчинга many-to-one или one-to-many, по-разному. То есть если кто-то делает предложение, то ему врать невыгодно. А вот тот, кто предложение «я» получает, ему может возникнуть ситуация, что ему выгодно врать. Ну, в частности, например, с университетами, чуть-чуть забегая вперед. То есть если сами университеты присылают предложение студентам, то в такой ситуации студентам может быть выгодно соврать о своих предпочтениях, чтобы там попасть в какой-то идеальный вуз. А если сами студенты присылают как бы свои предпочтения университетам, то тогда им уже будет невыгодно врать. И вот это на вооружение взяли, да, только в 2000-х годах внезапно. До этого об этом как-то не задумывались, что оказывается, кому-то может быть выгодно врать о своих предпочтениях, и это не всегда работает. Так вот, этот алгоритм, да, казалось бы, вот мы просто мальчиков и девочек расстреляем, да еще там знаем их предпочтения, да еще у нас вот есть какие-то предпосылки, что они там могут всегда выбирать друг с другом вот это все. Насколько это в реальной жизни работает? Оказывается, офигеть как работает. Ну, то есть прям неплохо, потому что он работает и с сайтом знакомств, и с распределением докторов там в больницах, и с распределением студентов по вузам, и с распределением школьников по школам. С сайтом знакомств вообще самое добавное, ну, где-то это было, а, ну да, вот как раз исследование, оно, 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 да, в 2010 году вот была прекрасная статья, я единственное, что не помню, что там был за сайт, тип Тиндера что-то, ну, то есть ребята смотрели, да, на сайте знакомств, и алгоритмы, ну, которые там пара сортировали, вот как-то, и, соответственно, на вот эти мэтчинги, которые получались. И потом они смотрели профиль, ну, там брали часть людей, да, смотрели их профиль, на основании их профилей делали предпочтения, ну, то есть типа вот, там женщина какая-нибудь пишет, что ты там спорт, там походы, горы и так далее лучше, поэтому они там понимали, что вот такой мужчина лучше, такой хуже и так далее, ну, то есть очень математически как-то отсортировали их. И дальше с помощью этого алгоритма Гейл и Шекли, они строили мэтчинги и смотрели, насколько те мэтчинги, которые построила машинка, отличаются от тех мэтчингов, которые получились, ну, в результате вот просто сайта знакомств, когда люди сами такие, типа, право-лево, да, и так далее. Оказалось, что очень похоже. То есть оно практически полностью повторялось. То есть внезапно как бы математика вполне себе распределила людей по реальным как бы парам, которые потом впоследствии вышли. И это было самое забавное. В принципе, если хотите, потом там можете как-то почитать, что-то посмотреть. То есть очень даже неплохо действительно на свадебном рынке внезапно эта модель сработала. Но это скорее такой фанни-экшен, потому что, ну да, прикольно распределять мужчин и женщин по парам, находить экономистам экономистов, да, математикам математиков и так далее, не обязательно даже так. Но, тем не менее. Пуф-пуф-пуф. Да, это получается этот. Ну вот. Но интереснее, как же этот алгоритм вообще работает в каких-то более приземленных сферах. Давайте так. То есть в ситуациях, когда действительно замешаны и деньги, ресурсы, и не только счастье. И истории – это уже скорее one-to-many-many-чинг, но при этом работает он ровно так же. То есть алгоритм, в принципе, на истории, когда не один к одному, работает так же. То есть если бы там Алина выбирала, например, из группы мужчин, ну, не знаю, двух, да, а не одного, то она бы выбирала как бы из всей той кутерьмы, которая к ней пришла, двух лучших, остальных бы отправляла. Если бы к ней пришли еще, она бы снова выбирала двух лучших, остальных бы отправляла и так далее. То есть в принципе алгоритм вообще не поменялся. Ну, то есть только, может быть, заканчивался побыстрее. При этом как бы выбор все равно как бы первый, второй, третий, да, вот этих оставляем, может быть, да, типа остальные идут. И заканчивается тогда, когда у всех заканчиваются опции куда-то подаваться. Такая ситуация, да, тоже может быть. Это вот one-to-manning митчинг. И вот давайте посмотрим, как он на практике работает. Например, рынок докторов США. Так, сейчас я хочу смотреть, откуда он идет у меня. Ну, окей, ладно. Долго он идет. В общем, тут вообще все было тяжело, на самом деле, да, он несколько раз преобразовывался. В 50-х годах он преобразовался один раз, а потом ближе, ну, 90-х, по-моему. Ну, сейчас посмотрим точно дату, я забыла смотреть. Он преобразовался еще раз уже в гораздо более нормальном формате. Так все было, да, то есть в начале 20-го века он, этот рынок был очень сильно децентрализован, и получалось, что у больниц, ну, не было какой-то общей базы, им нужны были люди, внезапно, да, доктора, особенно, ну, в 40-е годы, сами понимаете, и им нужны были постоянные, как будто эти вливания новых врачей и прочее. Но, тем не менее, за счет того, что не было какой-то общей базы, было непонятно вообще, как это делать, поэтому они просто рассылали вузы заранее, типа, приглашения, типа, hello, мы такие классные, приходите к нам работать, бла-бла-бла, и вот это все. Никаких жестких дедлайнов не было, студенты могли медлить с ответом, сколько им там пожелается, вот, и все. Ну, и получалось так, что, допустим, разослали приглашение там, не знаю, 30 студентам, там мест всего, не знаю, 15 нужно, в надежде, что хотя бы половина согласится, а в результате оказывалось, что там согласилось 7 человек, и получалось, что еще там 8 человек нужно откуда-то набрать, а откуда уже не откуда, потому что все студенты там куда-то разошлись по вузам. Ой, ну не по вузам, по больницам. Малко-то наоборот, да, получалось, что они там рассчитывали на квоту 30 человек, а к ним пришло 40, ну, типа, как-то так. Ну, то есть, в общем, разброд и шатание. У кого-то что-то было, да, какие-то места у кого-то не было, и не получалось вообще с этим ничего сделать. Первая идея, которая была, это, типа, давайте, ну, все-таки какой-то центральный механизм введем. Это достаточно логично. Раз уж у нас, ну, нам нужны вектора, да, по больницам, давайте сделаем общую базу. И, собственно, в 50-х годах ее сделали. То есть, вот, вместо того, чтобы там, типа, есть колледжи, есть университеты и так далее, вот уже общую базу там всех студентов, куда в больнице, соответственно, могли прислать предложение. Ну, и, в общем-то, так и делали. Да, то есть, были студенты и были вузы, которые что-то там делают в приглашении. Вопрос. Этот алгоритм, да, оказалось, в принципе, очень был близок к алгоритму Гейла Шепли, хоть они это написали через 12 лет, но тем не менее. Как вы думаете, в чем была в нем проблема? Ну, такая. Одна из. На основании того, что мы с вами тут прошли, о чем разговаривали. Актуальность данных, возможно. Ну, в 50-е, да, с этим и было немножко сложно, но предположим, что все-таки собирались там... Может быть, это было очень долго. Ну, то есть, поиск стабильного материала, было очень трудным, долгим. Из-за, наверное, огромного количества... Ну, не то, чтобы там огромное количество, все-таки им нужны они были, но да. На самом деле проблема была какая. Вот смотрите, еще раз. Кто присылает приглашение здесь? Больницы. То есть, получается, что больницы делают предложения докторам. А мы с вами разговаривали о всяких там враньях, предпочтениях и прочим. Да, и кому выгодно обычно врать? Тем, кто предложение принимает, то есть студентам. И из-за этого в минусе могли оказываться больницы. Ну, то есть, получалось, что здесь как бы алгоритм, конечно, был близок, но проблема была в том, что больницы делают предложения докторам. В результате этого, ну, как бы, создавалась какая ситуация? Во-первых, мэтчинги получались такие, что как бы больницам было офигеть как хорошо, при прочих равном, да. Докторам плохо, потому что, опять же, помним, что в плюсе оказываются те, кто делают предложения. А в результате этого, ну, как бы докторам было не очень выгодно на что-то соглашаться. Ну, то есть, и учить чего-то такого делать. Плюс у них не учитывались еще пожелания некоторых семейных пар, ну, то есть, там, мужчины, женщины уже там поженились, а они присылают приглашение из разных там вообще вузов. Ой, господи, вузов, меня на вузы тянет. Один из Флорида, например, больниц. Да, место, спасибо. Один из Флорида, например, а другой из Вашингтона. И типа такой, ну, клево, вообще, зашибись. Поэтому в такой ситуации все просто такие, эээ, давайте забьем на этот алгоритм, давайте мы с вами просто договоримся, вот мы там оба поедем в Вашингтон, типа, вам же лучше, типа, два доктора, все дела. И как бы не получалось нормально, да, все доделать. То есть, очень многим докторам не нравилось их распределение, они там при первой возможности куда-то уходили, опять же. Все равно это было лучше, чем ничего, потому что уже централизация какая-то появилась. Но очень многие предпочитали в обход или в разе каких-то своих предпочтений, да, то есть что-то кому-то там, ну, не делать. И доктора, да, были постоянно перманентно недовольны. А это вообще не очень хорошая ситуация, когда доктора недовольны. Потому что, возможно, пациенты тоже будут становиться недовольными. Да, в 90-х все правильно запомнила. В 95-м году попытались эту систему еще раз переделать. На этот раз это вот был как раз-таки наш экономист Рот. Он вообще, ну, как бы Рот и Пермсон, но это как бы второй, он, видимо, по больницам, а вот Рот – это именно тот, который стал внедрять вообще вот этот алгоритм в принципе по Америке. То есть его не только по больницам, но сейчас он там по узам и по школам, по школам, вот он будет. И это прям, ну, чувак очень хорошо прочитал, осознал и сделал. В общем, к нему обратились с тем, чтобы, типа, пожалуйста, совершенствуйте что-нибудь как-нибудь. Он занялся разработкой нового алгоритма вместе вот с Пермсоном. И в 97-м году они ввели этот самый новый алгоритм. И в нем основная история, что они поменяли, что предложение теперь делали студенты. Ну, и плюс, как бы, он позволял еще учесть интересы семейных пар, ну, за счет того, что предложение делали студенты, они тоже могли там условно галочку поставить, что типа я плюс кто-то там идут. И в результате оказалось, что мэтчинги становились гораздо более стабильными. Теперь никому не хотелось работать в обход системы, потому что раз предложение делают студенты, то есть они присылают, да, свою кандидатуру куда-то в какую-то больницу, то им было невыгодно это делать в обход, потому что они бы лишались тогда места, скорее всего. А так у них был гораздо больше шанс что-то получить. И как бы довольных докторов стало гораздо-гораздо больше. И, в общем-то, вне системы доктора практически перестали работать, так же, как и больницы. То есть больницы получали квалифицированных докторов, доктора получали больницы, которые они хотели, и все стало хорошо. И, собственно, вот эта история, она до сих пор работает. И распределение до сих пор в Америке ровно такое. То есть по окончании до... Как у них там это называется? Вот когда ординатуру уже надо, вот в ординатуре они посылают запросы в больницу. И их, соответственно, берут в какую-то ординатуру, в какой-то конкретной больнице. Там же род, как я уже говорила, занимался развлекалочкой по всей Америке. И, в частности, с школами Нью-Йорка. Там этот алгоритм стали вводить только в 2003 году. То есть, казалось бы, да? Сколько это лет назад? 19 тысячи. Ну, ладно. Все равно кажется, что так недавно, а это 19 лет назад. Жесть. В общем, ученики, они, которые хотели поступить в государственную старшую школу Нью-Йорка, они должны были проранжировать не более пяти лучших для них школ и отправить свой список предпочтений в эти школы. Ну, типа, я хочу учиться в школе Уэст-Сайта, я хочу учиться в такой-то школе, такой-то и такой-то. И рассылали. Полы получали эти предложения. И дальше они уже принимали отдельное решение по каждому ученику. И, соответственно, что они могли принять заявку, отклонить заявку или поставить ученика в лист ожиданий. Возможно, вы уже видите проблему. что тут очень, как бы, такое. Да, кажется, несовершенный механизм точно, потому что они же делают выбор среди школьников. То есть они видят, допустим, что какой-то школьник поставил эту школу на пятое место. И такие, ну, не возьмем его. Он как бы неплох, но он не очень хочет в нашей школе учиться. Чего мы будем ему вообще приглашение рассылать? До свидания. И не присылают. Да, другая школа не присылает, ну, почему-то еще по каким-то таким вот причинам. Но главное, что они, опять же, достаточно долго ждут. Ты послал что-то, потом ты очень долго это ждешь. Ты получил либо приглашение, либо отказ, либо несколько приглашений. Дальше ты из этого выбрал. Ну, то есть, допустим, это какой-то суперстар. Тебе все пять школ нам сказали, да, приходите к нам. Ты выбрал лучшего для себя. И остальным прислал отказ. Они такие, ну, класс, надо выбирать следующих. То есть, если остаются какие-то места, то они опять принимали решение о приеме школьников, рассылали ученикам письма и такие, ну, приходите к нам. Причем рассылали письма кому? Тем ученикам, которые оказались нераспределенными в первой волне. А, ну, ничего не напоминает? А, ну, вы еще не студент. На самом деле, это очень напоминает поступление сейчас, которое в России, потому что, как бы, сколько у нас там, пять вузов, кажется, можно выбрать или какое, я, честно говоря, не следила там, то ли пять, то ли три с направлениями. И когда вам выдают уже список, ну, в каждом вузе ранжированный, то есть вот тут ты там, не знаю, на 123-м месте, тут ты на 50-м, а тут ты на 200, допустим, в 15-м. А когда дают список, не говорят, окажешься ты в бюджете или нет. Ну, то есть некоторые места понятны, что ты там прямо в бюджете точно, а некоторые непонятны. Ты можешь оказаться как бы таком, ну, на грани. И очень часто бывает так, что человек просто боится ждать. Да, то есть вот он видит, что сюда он поступает точно на бюджет, а вот здесь как бы, ну, такое бабушка надвое сказала. То есть если подождет, скорее всего он поступит, но есть шанс, что не поступит, а если он откажется сейчас вот от первого места, то как бы там он пролетает. Получается, что если ты как бы не примешь вариант, который для тебя похоже сейчас, то ты вообще рискуешь оказаться там у разбитого корыта. Поэтому приходится соглашаться там на менее, допустим, предпочтительный вуз, в ситуации Нью-Йорка, на менее предпочтительную школу, потому что ты не уверен, что тебя вообще возьмут в ту школу, которая у тебя вообще находится, хоть в каком-то списке предпочтений. То есть очень многие студенты в результате, ну, здесь школьники, оказывались недовольны выборами. Потому что там приходило приглашение из школы, которая у них третья, да, по списку. И они не до конца были уверены, то есть они могли отказаться, но тогда был шанс, что они не попадут вообще ни в какую из пяти школ, которая у них вот была в топ-листе, а мог быть шанс, что они попадут там в первую или вторую. И получалось, что они как бы соглашались на вот эту третью. А иногда они врали о своих предпочтениях, ну, чтобы попасть хоть куда-то. Потому что они знали, что там, допустим, школам неприкольно оказываться на каком-то пятом месте, поэтому лучше они, ну, там, будучи уверенными, что вот сюда их там возьмут, а сюда не факт, они писали везде, что вот эта школа для меня лучше, чтобы те тоже приняли решение их принять. И в результате как бы можно догадаться, что, в общем-то, достаточно много школьников не получали распределения, которые были для них как бы наилучшими. Ну, вот я говорю, у нас поступление сейчас, в общем, довольно часто устроено, к сожалению, ролом таким же образом. Насколько много? Около 30 тысяч человек. То есть примерно 30 тысяч учеников в год оказывались в той школе, которая вообще не была в списке только чтений. Ну, а еще фиговая туча людей, которые, ну, как бы, они были в списке предпочтений, но они выбрали не лучший ли они вариант, а как бы просто потому что. Ну, и когда я говорила, что, в принципе, ученикам было выгодно соврать, опять же, потому что предложение делали школы, вспоминаем, что те, кто делают предложение, им врать невыгодно, а те, кто получают предложение, им врать как раз может быть и выгодно. И здесь, да, они как бы пытались хоть как-то, хоть что-то получить. Типа, вот, возьмите меня, потому что вы для меня там идеал. Хотя на самом деле это было не так. Пригласили все того же Рота. И не поверите, он сделал ровно то же самое, что сделал с больницей. Он такой, ну, ребят, может, вы все-таки по-другому сделаете? Давайте, может, школьники будут заявлять, как бы, свои, не предпочтения, а как бы приходить к вам, а вы уже будете выбирать среди них и будете ранжировать. Может, вам так больше понравится? И, собственно, да, в 2003 году они это дело внедрили. В этой новой системе распределения использовался этот самый алгоритм Гейл и Шепли, вот, в котором предложения делают именно ученики. Опять же, это централизованная история. Ну и как она работала? В принципе, по схеме. Сейчас давайте я им чуть-чуть нарисую. В чем-то у меня русское. Не важно. То есть, вот, например, у нас есть несколько школ. Давайте. Первая, вторая, третья. И какой-то набор учеников. На первом этапе они просто брали и, как бы, подавали свои документы в школу, которая для них лучше. То есть, допустим, сюда там 10 учеников подалось, как вариант. Сюда, не знаю, 5. Сюда 2. Но тут, ну а дальше по шагам, по шагам точнее, школы ранжируют учеников, ну, каким-то своим критерием и выбирают. Но при этом не фиксируют окончательно. То есть, история какая, они такие, ага, ну, допустим, у нас там только 6 мест бюджетных или каких-то там, каких у них места. Вот, типа, вот вы остаетесь, а вам там до свидания. А во второй школе, допустим, 3 места вот эти остаются, остальные до свидания, в этой, ну, типа, все остались. А эти ребята на втором шаге, ну, нераспределенные идут, следующую для них школу по предпочтениям. То есть, ну, например, скажем, давайте вот эти 3 красненьких пошли вот сюда, как вариант. Два зелененьких пошли вот сюда, да, и два черненьких еще, которые там есть, пошли еще куда-нибудь. Ну, не знаю, тоже вот сюда, как вариант. И дальше снова начинается. То есть, вот здесь эти ушли отсюда, этот ушел. На втором этапе школа выбирает между 6 учениками, которые уже, ну, типа, были. То есть, они пока в списках ожиданий, их еще не подтвердили. И между теми двумя, которые пришли. То есть, опять их ранжируют и опять, соответственно, говорят, что вы, допустим, раз, два, три, четыре, пять, пять, остаетесь. И вот ты еще, а вот ты как бы свободен, а ты свободен. А здесь то же самое, как-то ранжируются. Не знаю, раз, два, три, например, остаются вот этих, свободное плавание. Ну, и здесь сколько-то там забирают. И дальше процедура повторяется. То есть, по факту, делается автоматически. То есть, студенты, опять же, указывают свои предпочтения. И дальше в общей базе данных их просто распределяют. Опять же, школы тоже могут автоматически указать, ну, как бы, критерии этого рейтинга. И, собственно, алгоритм сам все сделает. То есть, он распределит первый раз, распределит второй раз, распределит третий раз, распределит четвертый раз. И так вот пока нет. Он пока не исчерпает список предпочтений. Если, как бы, пять прошло, ну, учеников, да, то есть, учеников прошел там этот, остались еще нераспределенные, ну, тогда, да, остается, как бы, алгоритм школы, у которых есть еще свободные места. Когда внедрили этот алгоритм, количество учеников, которые стали недовольны системой, сократилось, ну, как бы, минимум в десять раз. А что? Куда? Почему? Блин. Ну, ладно. Значит, тут. То есть, а, ну, тут есть. Меня загораживает, я думала, это на следующем слайде, он тут все загораживается. То есть, буквально, в результате первых год использования новой системы, всего лишь три тысячи учеников оказались в тех школах, которых не было в их списке предпочтений. При этом никто не страдал от того, что там заявил честные предпочтения, и поэтому его там куда-то не взяли. То есть, все оказались в плюсе. И более того, среди распределенных тоже все оказались довольны. Потому что раньше там 30 тысяч были не в списке предпочтений, да, но еще очень много людей, которые просто были недовольны вот тем, что они там попали в третью школу, а не первую. А теперь оказалось, что, в общем-то, всех распределили куда надо. Ну, практически. То есть, только там трех тысяч у них не хватило. Ну, как бы, с учетом того, что 33 тысячи, это уже супер-супер круто. И вот это алгоритм, который, казалось бы, достаточно очевидный, но внедрялся очень-очень, как видите, прям с боем, тяжело, и до сих пор не везде внедрился. То есть, ну, например, у нас при поступлении, да, сейчас нет общей базы данных, то есть она децентрализована, как в Америке в 40-х больницах. Поэтому у нас получается, ну, например, далеко не самое оптимальное поступление. А этот алгоритм до сих пор находит применение в каких-то практических вещах. Например, вышка в, не соврать бы, году в 16-м, наверное, ну, высшая школа экономики, у них тоже есть история про то, что курсы по выбору, ну, они везде есть, в каждом вузе, вот в МГУ тоже есть, но тут в МГУ это устроено так, что курсы по выбору, соответственно, каждый записывается, все, кто записали, все имеют право слушать. А в вышке есть количество студентов, ну, определенное, то есть там иногда бывают курсы, на которые больше, чем какое-то количество, записать нельзя. Поэтому по факту вот как школа и вуза получается. И, в общем, они решили, наверное, в 16-м году, скорее всего, ну, там плюс-минус один год, они решили такие попробовать алгоритм Гейла Шепки, вот именно такой, который one to many, вот именно распределение как школьников, по школам или докторов по больницам. То есть каждый заявлял пять предметов по выбору, которые хотел, и дальше их ранжировали, ну, вот ровно вот так. То есть, ну, на каждом курсе там какой-то свой алгоритм, типа что для них лучше, что для них хуже, но главное, что это было именно по предпочтениям студентов. До этого у них, по-моему, студентов 2000 их распределяли, студентов 300 оставались неуделанно, то есть им не хватало мест на тех курсах, которые они выбирали, а в первый же год, когда они внедрили эту систему непосредственно вот алгоритм Гейла Шепки, у них распределилось все 2000 студентов. То есть не осталось ни одного студента, которому не достался бы курс, который вот он указал в листе как бы предпочтений. Всех удалось распределить верно. Ну, и это очень круто. То есть, казалось бы, достаточно очевидная штука, но нет, она вводится до сих пор. И работает, работает не только на каких-то там прикольных историях, типа свадебного рынка или Тиндера, но и на практике. Школы, университеты, больницы, и вот это все. И, в общем-то, если в дальнейшем хочется куда-то кого-то распределять и делать какие-то там конкурсы или выборочные истории, то нужно как бы помнить о том, что, оказывается, все уже давно придумали. Главное не забывать про то, что выгодно сделать так, чтобы люди делали сами предложения, потому что им тогда невыгодно врать. А университеты, больницы, организации и прочее принимали эти предложения, потому что тогда, в общем-то, все окажутся, в общем-то, в плюсе, и не будет системы разброда и шатания, можно так сказать. Ну и, кажется, на этом, да, у меня закончились слайды. А если у меня закончились слайды, то это, знаете, что означает? Это означает, что я закончила, в принципе, свою лекцию. Но если у вас есть еще какие-то вопросы, замечания, предложения, то вы можете их как-то спрашивать и не стесняться. Нет. Вроде нет. Ну, хорошо. Нет вопросов. Ну, тогда давайте. Хорошего вам вечера. До свидания.